В 5 минут в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пронько. Большое реальное время на Финам.фм. В самом начале наше средство связи. Телефон, его номер 651099, 6 код Москвы 495. Финам.фм — это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. И также можно пользоваться еще одним нашим сайтом в интернете. Это финам.инфо — круглосуточный информационный портал, в котором мы вам рассказываем о самых важных событиях, которые происходят здесь, в России, и за ее пределами. Там же и обсуждение, там же и голосование. Одним словом, очень качественный, интерактивный ресурс. Можно пользоваться для написания своих вопросов и комментариев также моим личным аккаунтом в Твиттере. Я его подключил. В этом части у нас гости в студии прямого эфира. В следующем части у нас итоги дня. Сегодня я выбрал четыре темы. Первую тему пока не буду анонсировать. Если все получится, да, первая тема выйдет в эфир. Не получится, она может выйти второй, третий, либо четвертой. Там зависит от спикера, который, в общем-то, нам пообещал, что он сможет с нами пообщаться. Но мало ли что может произойти. Вторая тема в следующем часе — добыча нефти в России бьет рекорды. Минэнерго у нас сегодня рапортует о том, что в 2012 году добыча нефти в России составит 560 миллионов тонн. Ну, у меня возникает риторический вопрос. Почему тогда народ у нас такой бедный, нищий? Почему страна нищая? Вот при таких рекордных показателях. Еще одна тема, которую, безусловно, мы рассмотрим — это выборы в Координационный совет российской оппозиции. Напомню, кто еще не зарегистрировался в качестве избирателя. Сегодня даже не последний день, а последние идут часы, когда вы можете это сделать до полуночи. Леонид Волков будет у нас в качестве эксперта, председатель Центрального выборного комитета российской оппозиции. Кстати, поговорим о так называемых махинациях, уголовном деле. Много чего сейчас происходит вокруг предстоящих выборов в Координационный совет оппозиции. Вот такой наш план. Возможно, что-то еще добавится за этот час, пока мы будем общаться с моим гостем. Самое главное — участвуйте в нашем разговоре. Реальное время на Финам-ФМ. Осень 2012. Основные политические тренды. И напротив меня здесь, в московской студии прямого эфира Финам-ФМ, один из лидеров российской оппозиции Илья Яшин. Я рад видеть, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот на ваш взгляд, сейчас, вот нынешнюю ситуацию, как вы оцениваете? Вот последнее, да, значит, удальцов, выборы в муниципальные и региональные ЗАГС-собрания и городские думы, губернаторов, мэров. Много чего происходит? В стране началась полноценная реакция, полномасштабная атака на оппозицию и, в целом, на инакомыслящих граждан. На граждан, которые не согласны с тем курсом, который на протяжении уже 12 лет проводит Владимир Путин и его ближайшее окружение. В декабре, когда впервые в России начали проходить крупные митинги протеста с требованием гражданских свобод и политических прав, казалось, что власть готова пойти, по крайней мере, на косметические реформы, на косметические преобразования, на некую такую либерализацию. Но в итоге все это обернулось, как я уже сказал, полномасштабной контратакой и такой, действительно, масштабной реакцией. Сегодня, буквально новость последнего часа, буквально полчаса назад, было принято решение судом о заключении под стражу Константина Лебедева, одного из активистов Левого фронта. Он пополнил уже довольно обширный список политических заключенных. Его дело надо рассматривать, конечно, в череде уголовных дел против участников митинга протеста на Болотной площади, которых обвинили в массовых беспорядках. И я, к сожалению, могу предположить, что это не последнее уголовное преследование представителей политической оппозиции. Обвинение, которое выдвинули против Лебедева, да и против остальных его коллег, против Удальцова и Разважаева. Ну, есть абсолютно нелепый характер, как правильно кто-то заметил вчера в интернете. Если раньше уголовные дела фабриковали, то сейчас их просто начали выдумывать. Нелепая ложь НТВ, что они нашли чуть ли не под дверью пленку с секретной вот этой вот записью Удальцова и его товарищей. Нелепая враньё представителей Следственного комитета о том, что Левый фронт, который возглавляет Удальцов, готовил теракты. Вы знаете, если кто-то готовит теракты, он ведет себя совсем не так, как Удальцов. Обычно теракты готовят подпольные, абсолютно не публичные организации, которые, мягко говоря, не рвутся общаться с журналистами. Удальцов и его коллеги абсолютно в этом смысле были открыты, ни от кого никогда не прятали. И то, что им теперь вменяют подготовку терактов и вооруженного восстания, это было бы просто смешно, если бы не было драмы. Потому что человека сейчас закрыли до 16 декабря, вообще большая вероятность, что будет он сидеть довольно долго. И это касается ребят, которые по болотному делу сидят. В общем, это полномасштабная реакция. Пока еще нельзя сказать, что это репрессии, нельзя сравнивать с 1937 годом, когда людей просто расстреливали. Но то, что власть приняла решение людей сажать и именно таким образом запугивать инакомыслящую часть общества, это совершенно очевидно. Вот у меня все равно возникает ощущение такого сюрреализма, я до последнего надеялся, да, да еще, наверное, надеюсь, на то, что из этой ситуации можно достойно выйти всем сторонам, в том числе и власти, да. Вот я вчера с Борисом Немцовым общался, он мне говорит, они, в общем-то, страдают слабоумием. Я так не считаю ли я. Я считаю, что как раз там цинизм, прагматизм, он возведен в четвертую степень. Я, правда, не понимаю, чего они хотят добиться. Но запугать, ну, по-моему, вы уже пуганы все, да, и не раз. Мне кажется, истина лежит посередине между вашей точкой зрения и точкой зрения Немцова. Я не вижу особого прагматизма в их действиях, да, потому что сажать политических оппонентов, это такая акция, которая дает результат очень краткосрочный. Вот социологи говорят о том, что действительно сейчас протесты в России стабилизировались, остановились на определенном там этапе, да. Но следующая волна протеста будет гораздо сильнее и мощнее, чем та, которую вот мы наблюдали в течение последнего года. И в этом смысле те действия, которые власти предпринимают, да, они способны дать какой-то краткосрочный эффект. Да, вывести из строя там оппозиционных лидеров в том смысле, что сейчас оппозиционные лидеры занимаются исключительно своими уголовными делами. Практически все сегодня столкнулись с уголовными делами тех, кого принято вот считать там лидерами или основными активистами оппозиции, там, организаторами протестных акций. Кто-то уже под подпиской, кто-то вот-вот, да, и получит обвинение. И в этом смысле там много денег приходится тратить и на адвокатов, и много времени приходится тратить на юридическую защиту, там, выстраивание какой-то там ушелонированной юридической обороны. Это, конечно, если не парализует действия оппозиции, то отнимает очень много сил, средств, денег и так далее. О деньгах, кстати. Вот вчера вице-спекер Госдумы от Единой России Сергей Железняк заявил о том, что оппозиции стоит направлять деньги, полученные за рубежа, не на протестные акции, а на адвокатов. Я знаю о деньгах, которые за рубежа получала партия, которую, собственно, представляет господин Железняк, Единая Россия. USID, известная организация, которая распределяла в России гранты, представитель этой организации после закрытия заявил о том, что у них были совместные проекты с партией Единая Россия. И в этом смысле агрессивная риторика представительной Единой России выглядит очень комично, потому что я прекрасно знаю, в каких регионах американские фонды помогали им проводить семинары, там обучали представителей Единой России, как нужно участвовать в дебатах, ну и вовлекали в какие-то такие вот проекты. Поэтому теперь вопли про то, что эта оппозиция финансируется из-за рубежа, выглядит очень смешно. Вот смотрите, они давно уже взяли там под очень плотное наблюдение практически всех представителей оппозиции, которые так или иначе участвуют в процессе принятия решений в протестном движении. Следят буквально за всеми. Телефоны слушают, наружное наблюдение, читают почту, взламывают. Все это мы прекрасно знаем. До сих пор мы не получили ни одного внятного, убедительного доказательства того, что кто-то из нас хотя бы копейку взял. Вы можете себе представить, если бы кто-то действительно получал деньги из-за границы? Неужели это не стало бы фактом общественного обсуждения? Не показали бы по Первому каналу, не показали бы документы, не показали бы там встречи, передачи там кейсов с деньгами там, да? Они к этому давно... Но показали встречу в Минске, Илья. Да, встречу в Минске непонятно с кем, но денег-то там не было, насколько я помню там, да? Да, был некий разговор на кухне, и в этом смысле, я думаю, полстраны можно посадить. Потому что полстраны на кухне обсуждает о том, что пора бы этих негодяев из Кремля уже выкинуть, пора бы уже там взять власть, пора бы уже там их всех пинками под зад, да? Вот если, извините, мы на основании этого будем встряпать уголовные дела, то полстраны пойдет за решетку, да, вторая половина страны будет охранять. Я не считаю себя радикалом, я не первый раз на вашей передаче, и каждый раз мне задают один и тот же вопрос, радикал вы или нет. Я считаю, что в стране должна работать конституция. Я понимаю, почему я задаю вновь этот вопрос, да? Ничего радикального в моих требованиях нет, тем более в действии. В нынешней ситуации, Илья, вот послушайте, да, есть вина и оппозиции, то есть вот когда вы собирали людей, вы и ваши коллеги, да, под лозунгом Путин, уходи, вы провоцировали его на реакцию, да, и он отреагировал перед своей инаугурацией. Я сейчас просто выстраиваю логическую цепочку, предполагая, как человек может ее выстроить, находясь в Кремле, да, или тогда он еще не был в Кремле, но тем не менее, все понимают, власть была в его руках. То есть вы его провоцировали, провоцировали радикально. Вы ему говорили, уходи. Дальше он получает данные Чурова, да, и не только Чурова, да, и говорит, а почему я должен уходить-то? Или, ну, еще проще можно сказать, а вы кто, собственно, те, кто, да, требуют моего ухода? Меня избрали, а вас кто избрал? Во-первых, я думаю, Путин-то знает, кто его избрал, да, и каким способом, и сколько действительно процентов он получил на выборах, и он прекрасно знает, как были организованы эти безальтернативные выборы, но давайте начнем плютать от печки. Я, во-первых, не считаю, что требование отставки Владимира Путина является радикальным, да, радикально, это когда вы не считаете. Я не считаю требование радикальным, я считаю нормальное требование для оппозиции, предлагать альтернативу власти и добиваться там отставок тех или иных чиновников. В любой нормальной стране, где работают демократические институты, любая оппозиция требует отставки правительства, требует там нового президента. Для этого оппозиция нужна, чтобы предлагать альтернативу и заменить там одних чиновников на других, заменить одну политику на другую политику. Поэтому это у нас, знаете, вот если кто-то там поднимает голос на царя, то все, радикал, бунтарь, давайте вот выпарим его на площади Это, знаете, издержки какого-то нашего самодержавного сознания Я на самом деле вас заслушался, только сейчас обратил внимание на часы, у нас сейчас пойдет выпуск новостей, а затем мы продолжим наше общение с Ильей Яшиным в реальном времени 19 часов 19 минут, здесь в реальном времени Илья Яшин, 65 10 99 6, код Москвы 495, номер телефона финам.фм, наш портал в интернете для писем Я знаю, что веб-трансляция не идет, я не знаю, почему она не идет, но я надеюсь, что сейчас технические службы наши поправят Самое главное, что вы нас слышите, да, либо на частоте 99 6, либо на нашем сайте финам.фм, все-таки о реакции Да, ну извините перед тем, как ответить на ваш вопрос, хочу просто сказать, что вот пока мы были на рекламной паузе, пришла информация о том, что еще один арестованный по болотному делу сегодня появился в Москве Как следует из заявления Следственного комитета арестован Сергей Кривов, 61 года рождения, я не знаю этого человека, я с ним не знаком, но вот список политических заключенных буквально по часам пополняется, да, то есть вот с каждым часом у нас появляется информация о все новых и новых арестованных по тем или иным политическим делам Что касается вашего вопроса о провоцировании Путина на реакцию, да, вот, знаете, мне, когда такие разговоры начинаются, мне это кажется признаком такого стокгольмского синдрома Вот декабристов в свое время обвиняли в том, что их выход на Сенатскую площадь на долгие годы отложил освобождение России от крепостного права, да, вот, ну есть такая точка зрения У меня точка зрения другая, мне кажется, если молчать по углам, сидеть и ждать на то, что царь подобреет и сам там, да, дарует нам конституцию, дарует нам права, свободы, так можно веками ждать Илья, я не оцениваю и не расцениваю там доброго царя, ни злых бояр, да, я просто хочу понять, вот, на ваш взгляд, вы его провоцируете на жесткие действия? Наша задача оказывать давление на власть, мы считаем, что власть, на которую не оказывается давление, начинает просто упиваться собственной вседозволенностью И то, что сегодня происходит, это не реакция на те протесты, которые проходили в Москве и в других городах Это следствие того, что на протяжении долгих лет Владимир Путин и его окружение чувствовали абсолютную безнаказанность и бесконтрольность И это защита того, что вот они, собственно, там наделали на протесты, то есть система, которую они выстроили за эти годы, да Уговорить их поменять эту систему не получится, можно только заставить Конечно, они будут сопротивляться, но это путь, который нужно пройти Означает ли вот закрытие, скажем так, лидеров оппозиции, активистов, что движение будет обезглавлено протестное И, соответственно, в общем-то, власть достигнет своей цели и взамен вам, ну, я вам имею в виду и вас, да, и других лидеров оппозиции В общем-то, никто не придет, люди просто будут бояться Я так не считаю, мне кажется, что люди выходят на акции протеста не только и не столько за лидерами, сколько потому, что им надоело то, что происходит в стране Я абсолютно убежден, что даже вот первая демонстрация, это была реакция не на растущую популярность там отдельных лидеров протестного движения Это была реакция в первую очередь на рокировку и ту наглость, с которой эта рокировка была в сентябре проведена Я имею в виду рокировку Путина и Медведева, когда они сообщили в конце сентября о том, что они уже все решили, кто будет премьером, кто будет президентом А задача людей просто это решение проштамповать Вот в декабре первой демонстрации протеста масштабно, это была реакция на эту наглость и на этот вот стиль, да, общения с людьми Поэтому там можно посадить лидеров оппозиции, можно там, не знаю, запугать, деморализовать, можно там, не знаю, избить всех дубинками, да Но для того, чтобы протестов не было, для того, чтобы они сошли на нет, надо бороться не с протестующими, а с причинами протеста Пока власть не ликвидирует или общество не ликвидирует причины, по которым люди выходят на улицы, протесты будут сохраняться Ну, можно там запугать на какой-то короткий период, но, как показывает практика, запугивание уже не очень работает Ну вот была кампания по обыскам в квартирах оппозиционных лидеров в начале июня, 11-го числа, за день до протестной демонстрации Вызвали на следующий день практически там всех лидеров на допрос в Следственный комитет Ну, очевидно, зачем это было сделано, да, показать Вот видите, вот у лидеров проходят обыски, уж с вами-то вообще что угодно можно сделать Этих-то хоть там, про них там в газетах пишут, их все знают А с вами вообще можно что угодно сделать Ну, не испугали же люди, вышли, там были десятки тысяч человек И в этом смысле, мне кажется Но существует мнение, что протестное движение выдохлось Протестное движение не выдохлось Протестное движение переживает некий такой этап стагнации, который связан с тем, что мы понимаем Вот уличные акции протеста, которые проходили на протяжении последних месяцев Они пока не приносят должного результата Но, с одной стороны, никто и не обещал быстрого результата Да, один, два, три митинга, это не значит, что после них страна изменится до неузнаваемости С другой стороны, очевидно, сейчас возникла необходимость в неких новых формах политической борьбы Поэтому мы сейчас проводим масштабные выборы Мы проводим выборы в координационный совет Мы надеемся, что уже там со следующего избирательного цикла на региональных выборах Мы сможем выдвинуть кандидатов от объединенной оппозиции в целом ряде регионов Оказать им такую поддержку, что они на равных смогут конкурировать с представителями Единой России Ну, там, вы знаете, у нас там, вот есть клавиатура, да И этой клавиатурой есть там несколько разных кнопок Есть там кнопки митинги протеста, есть кнопки просветительские компании Есть кнопки антикоррупционные проекты, есть кнопки муниципальные региональные выборы Что получился нормальный внятный текст, читаемый, да Нужно использовать все эти кнопки, а не давить все время на одну кнопку Потому что если вы все время будете давить только на одну кнопку, там, только выборы, там, да Или только акции протеста Ну, просто будет вот одна буква написанная в каждую строчку, и текст из этого не получится Один из небезызвестных федеральных каналов вас приглашал по теме, да, раскол в оппозиции Вот на самом деле у человека, который со стороны наблюдает и ограничен в средствах коммуникации, да Может сложиться такое впечатление, что действительно те люди, с которыми вы были Вы и ваши коллеги, они отошли от вас Я имею в виду и господина Милова Я имею в виду и то, что господин Рыжков, господин Касьянов не участвуют в выборах в КС, да Вот Владимир занимался и очень хорошо, удачно смог представить РПР Парнасу в Барнауле Вот, Илья, без пафоса, да, хочу понять, действительно разбегаются люди? Если да, то кто тогда остается? Мы с Владимиром Рыжковым и Михаилом Касьяновым, членами одной партии, партии Народной Свободы И мы там помогали по возможности Владимиру, который действительно взял на себя ответственность за выборы в Барнауле И выступил там достаточно успешно, там были огромные вбросы, но даже несмотря на них удалось преодолеть 5% барьер практически сходу Да, партия только появилась, удалось практически сходу преодолеть 5% барьер Хотя мы точно знаем, в администрации президента была поставлена задача ни в коем случае не пускать То есть вот сделать все, чтобы 5% барьер пройти не смогли, но вот все-таки отстояли свой результат, молодцы Поэтому мне, конечно, ни о каком расколе там речи не идет Я считаю решение моих товарищей Рыжкова и Касьянова не идти на выборы в Координационный Совет ошибкой Потому что участие в Координационном Совете было бы большим подспорьем То есть это не раскол? Это не раскол, это разные точки зрения Каждый определяет для себя приятел Мне кажется, если бы Рыжков участвовал в выборах в Координационный Совет Было бы большим подспорьем на выборы в Барнауле Очевидно, вот Чирикова участвовала в выборах К ней там все приезжали и поддерживали ее, и действительно помогли ей И в этом, ну вот, как бы говоря об этом, мне кажется, очень... Координационный Совет, одной из своих задач, как мне кажется, должен ставить поддержку кандидатов на местах Ну, там, не знаю, проведение региональных выборов, определение некого там полуциально перспективного кандидата И поддержка его всем миром Ну, Координационный Совет все-таки сосредоточит и мобилизует Какие-никакие политические, финансовые, организационные, там, и медийные ресурсы, да И мы этими ресурсами должны делиться Ну хорошо, но другие-то ушли? Ну, кто-то ушел, кто-то не ушел Кто-то там с администрацией президента сотрудничать начал Там, Владимир Милов, которого вы упомянули, для меня стал персоной нон-грата После майской истории Это категорично, да После майской истории, когда он, не будучи на митинге протеста 6 мая Выступил в эфире Первого канала С рассказом о том, что вот лидеры оппозиции провоцировали кровь Рассказывал о том, что... Ну, таким выступил экспертом Первого канала по оппозиции, да И оправдывал действия полицейских, там, и так далее Ну, вот по болотному делу сейчас сидят вот уже 13 человек Сегодня 13 человек было отправлено за решетку Мне кажется, Милов, который помогал Следственному комитету и Кремлю Формировать общественное мнение Которая, в конце концов, там, да, работала на арест этих людей Мне кажется, человек просто, ну, опустился настолько Что с ним, честно говоря, даже в одной комнате находиться не хочется Ну хорошо, выступление Чириковой в Химках Вы оцениваете как успех, как провал? Оцениваю как средний результат Прекрасно понимаю, что Чирикова работала в крайне агрессивной среде В крайне агрессивных условиях При очень скудных ресурсах И показала, в принципе, достойный, на мой взгляд, результат Была неплохая, довольно динамичная компания Можно там находить какие-то там недостатки Наоборот, хвалить за что-то Но компания была довольно динамичная С громким звучанием Бились за результат, мы все видели эти ролики Как отстаивали наблюдатели результат на выборах Но получили то, что получили Надо понимать, что выборы в нынешней системе Вообще не являются механизмом борьбы за власть В выборах надо участвовать Хотя бы просто потому, чтобы показывать изнутри Как работает вот эта вот система фальсификации и махинации Чтобы нам никто не говорил Вот вы критикуете выборную систему, да? А сами в этих выборах не участвовали Ну и Лена, на самом деле, мне представляется, что оппозиция не смогла на этих выборах И сейчас не только про Химки, да? Консолидировать свой электорат и поднять его с пятой точки Да, это правда, это правда Очень была низкая явка на этих выборах Это, конечно, наверное, главная неудача И в выборах в Химках, и в выборах в других регионах В чем причина? Причина в том, что люди не доверяют самой этой системе выборов Значит, надо было доказывать, что... Невозможно доказывать, потому что мы понимаем то же самое В этом смысле нельзя людям доказывать, что на этих выборах можно добиться результата Хотя мы сами прекрасно понимаем, это вообще не выборы, да? Но есть такая дилемма Поэтому я и говорю, нельзя все время давить на одну и ту же кнопку Если мы идем на выборы, надо сопровождать избирательную кампанию Серьезным давлением уличным на власть Для того, чтобы не было фальсификации Если мы выдвигаем кандидата на выборах Да, нужно всем миром его поддерживать Для того, чтобы председатели избирательных комиссий понимали Вы имеете дело не с одиночкой, вы имеете дело действительно с политической силой Мы находимся на пути к решению этой задачи Но она очень сложная и она очень многогранная Там несколько первых шагов в этом направлении сделано Я надеюсь, что с формированием координационного совета У нас эта работа будет выстроена более системно Илья Яшин, сегодня в реальном времени на Финам.ФМ Наша техническая служба сейчас занимается все-таки веб-трансляцией Но я вам обещаю, что видеофайл точно будет Потому что работают другие камеры И на сайте, значит, через несколько часов будет видеоверсия нашего разговора с Ильей Краткий выпуск новостей, затем продолжаем 19.31. Это реальное время Наш большой вечерний интерактивный канал Здесь Илья Яшин, 651099.6 Код Москвы 495 Финам.ФМ Наш портал в интернете Илья, то есть, есть ли прямой вопрос Короткий прямой вопрос Диалог с властью возможен? Вопрос носит, учитывая события сегодняшнего дня и предыдущих дней Довольно комичный характер Нет Я не знаю, возможно он или невозможно Мы стремимся к тому, чтобы наше противоречие с властью Разрешить в рамках нормального цивилизованного разговора То есть через выборы? В первую очередь через выборы Это основное требование Политическая реформа И честные выборы Нормальная политическая конкуренция Когда мы говорим о политической реформе Мы имеем ввиду всего две вещи Мы имеем ввиду гарантию Первое, политической конкуренции И Б, сменяемости власти Это вообще ключевые признаки демократии В России нет ни того, ни другого Некоторые социологи утверждают Что россиянам не нужна сменяемость власти А нужна стабильность Я собственными ушами это слышал на одном из Люди, которые говорят, что россиянам не нужна демократия Что они не созрели для демократии Эти люди являются русофобами Нет, 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 Илья Говорится стабильность Нет, можно какими угодно терминами оправдывать Отказ от демократии Но люди, которые считают, что русскому народу Российскому народу в целом не нужна демократия Что мы ее недостойны Что мы до нее не доросли Эти люди являются просто русофобами Они считают, что в Европе, в Соединенных Штатах В других странах живут люди нормальные Которые могут себе выбирать правители Которые могут менять власть Которые могут отвечать за свой выбор Они нормальные А мы какие-то недоразвитые Вот мы там не способны Нам нужен погонщик с палкой Я против такой постановки вопроса Я не считаю, что у нас люди какие-то недоразвитые Я убежден, что если в России будут нормальные демократические институты Мы сможем нести ответственность за свой выбор И не надо подменять понятия Демократия, это, извините, и есть стабильность У нас почему-то смена власти воспринимается каждый раз как землетрясение Уйдет Путин, страна развалится, гражданская война Все, конец Не будет никакого конца Уйдет Путин, придет другой человек Уйдет другой человек, придет третий человек Вот кого люди выберут на 4 года Потом, может быть, переизберут Почему нужно воспринимать это как землетрясение Я не понимаю Мне кажется, мы склонны как-то переоценивать роль личности в истории У нас как не президент, так обязательно либо национальный лидер Либо национальный предатель Меня не устраивает такое, я не хочу Ну, тогда получается, если власть не идет на диалог Процедура выборов фактически отменена Право на смену власти у граждан отнято Значит, оппозицию будут дальше прессовать Понимаете, я боюсь, что просто пойдет ответная реакция И мы очень... В чем она будет тогда выражаться? Она просто выразится там, да, во взаимной агрессии В ответной агрессии И мы не будем нести за это ответственность Потому что там позиция моя Сергея Удальцова, Алексея Навального Дмитрия Геннадия Гудкова Наша позиция заключается в том, что мы должны сдерживать агрессию Со стороны людей, недовольных действующей властью Мы сознательно отсекаем каких-то наиболее радикальных людей Которые склонны к насилию Вот когда мы формировали координационный совет Мы договорились о том, что в него могут быть избраны только те люди Которые придерживаются строго принципов ненасилия Но все это закончится Вот то, что сегодня происходит Аресты, подписки о невыезде, давление, репрессии Все это закончится тем, что снова приобретет актуальность Старая левацкая кричалка Вспомните гады, красные бригады Мне бы очень этого не хотелось Я бы не хотел, чтобы в моей стране С одной стороны действовали эскадроны смерти Которые отлавливают оппонентов власти Отвозят в лес и расстреливают С другой стороны были там какие-то красные Или не знаю какого цвета бригады Которые взрывают дома полицейских Мне не хочется, чтобы у нас было то Что происходит сегодня в некоторых кавказских регионах Где днем убивают, штурмуют квартиры с боевиками А вечером взрывают дома сотрудников ФСБ и МВД Все идет к этому Я бы очень не хотел такого сценария для моей страны Я думаю, что большинство граждан России разделяет вашу позицию Но, знаете, я очень часто слышу такое мнение у оппозиции Кроме вот этого лозунга И вообще лозунговости Ничего нет Перед страной есть серьезнейшие проблемы Например, преступное возможное решение по пенсионной реформе То, что вот сейчас готовится И судя по тому, что говорит госпожа Голодец Это будет преступление Так и будет Цена вопроса 1 триллион 300 миллиардов Это так, да, вот просто для оценки Но в то же самое время С стороны оппозиции я особо мнения не слышу С другой стороны, граждане России мне говорят А мы не доверяем этому государству Я говорю, вы вообще вслушайтесь, что вы сейчас говорите Я не доверяю государству Это страшно на самом деле Илья, так есть, кроме лозунговости-то Вы сделали мне пас Мне очень благодарен вам за это Потому что буквально на следующей неделе Мы планируем опубликовать с моими коллегами по блоку обновления На выборах Координационный совет В газете ведомости Планируем опубликовать наши предложения по пенсионной реформе Действительно, то, что власть делает с пенсионной реформой Это просто безобразие За последние годы уже там третий раз меняется концепция реформы И в итоге мы видим там огромный За время правления одного человека За время правления одного человека, да И мы видим огромный дефицит пенсионного фонда Который совершенно непонятно, как покрывать Да, мы понимаем, что есть подобные проблемы И в европейских странах И в Соединенных Штатах Действительно, везде там есть такая проблема Но просто в Европе она носит совершенно другую природу В Европе проблема с пенсионным фондом связана с тем Что люди стали очень долго жить Просто качество здравоохранения, качество жизни Настолько повысилось в Европе Что люди стали очень долго жить И очень на протяжении долгого времени государство вынуждено обеспечить их пенсиями Которые, ну, мягко говоря, сильно отличаются от наших пенсий Наше предложение Это вообще предмет, конечно, для отдельного разговора Но если тезисно Наше предложение заключается в том, что мы должны стимулировать людей выходить на пенсию позже То есть если вы выходите на пенсию раньше, вы будете получать пенсию до конца жизни Она будет там одного порядка Если вы выходите на пенсию через год, вы получаете уже большую пенсию Чем позже вы выходите на пенсию, тем больше уровень социального обеспечения на старости вы получаете Ну, вообще, я не знаю, мы можем провести отдельную дискуссию Было бы, конечно, любопытно пообщаться об этом с представителями Единой России Которые отвечают за... Ловлю на слове Да, я готов, пожалуйста, вместе с моими коллегами Мы готовы обсудить пенсионную реформу И вообще мы к этому стремимся Потому что в стране, где дискуссия идет исключительно о демократии В этой стране очень большие проблемы А мы-то как раз готовы к парламентской дискуссии Да, с представителями Единой России О том, что делать с образованием О том, что делать, извините, с правоохранительной системой Проект реформирования, который тоже мы писали с упомянутым сегодня вами Взятки стали брать меньше на 26% Господин Колокольцев, глава МВД России Понятно, да, ну, все предмет для отдельной дискуссии Реформа пенсионной системы, реформа российской армии Нам вообще есть о чем поговорить, нам есть что предложить Просто нас загоняют в такие условия, когда мы вынуждены исключительно защищаться А зачем вы сами загоняетесь? Зачем вы ходите на некоторые каналы? Извините, вот смотрите Если бы нас приглашали на федеральные каналы Или там в парламент обсуждать пенсионную реформу или реформу образования Мы бы с радостью это предложение приняли Но мы вынуждены иметь дело исключительно с анатомией протеста бесконечной Которая превратилась уже в сериал Это не наша позиция, да? Мы вынуждены защищаться Нам бросают в лицо обвинения Уголовного, извините, характера Мы вынуждены защищаться Поэтому дискуссия между властью и оппозицией Это дискуссия между обвиняемыми и следователями, сотрудниками правоохранительных органов Власть это делает сознательно Я на самом деле устал от этого Я хочу действительно с вами, с Единой России, с Справедливой Россией, с ЛДПР обсуждать реальные проблемы И мы хотим этого, мы сами к этому стремимся Но, понимаете, в стране, где существует авторитарный режим Никаких содержательных обсуждений между властью и оппозицией не существует Актуальна только одна проблема Реформа политической системы Пока в стране не будет реформа политической системы Никакого содержательного диалога по поводу актуальных проблем Социальной сферы, образовательной сферы Этого не будет, забудьте, Юрий Я понимаю, что вы очень хотите Я хочу не меньше вашего Я хочу нормального политического процесса В моей стране Наши желания совпадают Но ваше возмущение и ваша эмоциональность Я предлагаю переадресовать в Кремль Там не хотят Периодически адресую Но вы ушли от моего вопроса по поводу Зачем вы ходите? Зачем вы к ним ходите? На НТВ? Ну, видимо, речь идет о моем участии И вас слушали об этом спрашивают Ток-шоу Метла на НТВ Я буду откровенен У меня были, конечно, большие сомнения По этому поводу Но я принял решение идти по двум причинам Причина первая заключается в том Что даже несмотря на потоки вранья Которые выливали на нашу голову Мне удалось, по крайней мере, что-то сказать Удалось хотя бы толикой правды Разбавить эти самые потоки А вот Александр Иванович пишет А, после просмотра, да? Разочаровался в оппозиции Яшин умеет только мычать Вот его впечатления после Вот этого просмотра Ну, были разные впечатления Наверное, кто-то считает, что я могу только мычать Кто-то, наоборот, там писал мне Вы знаете, я всегда читаю Послушайте, моя задача была дать бой Негодяям и лжецам Насколько у меня это получилось Пусть судят Александр Иванович И другие зрители, которые это смотрели Я пошел туда с открытым забралом Для того, чтобы сказать негодяям, что они негодяи Для того, чтобы сказать пропагандистам, да? Что они пропагандисты, а не журналисты Что они предали свою собственную профессию Для того, чтобы ответить на обвинение Правдой Вот это была первая причина, по которой я пошел Вторая причина заключается в том, что Участие мое, там, да Удачное или неудачное Оно все-таки привело, так как никак К популяризации идеи выборов У нас после субботнего эфира на НТВ У нас начался лавинообразный Приток избирателей на сайт ЦВК Люди просто начали тысячами регистрироваться Это не преувеличение Я сейчас заподозрю Может быть, они вас пиарят так? Может, у вас там негласное соглашение Со СКР и НТВ А вот там у нас выборы, да? В субботу, воскресенье Вы давайте нас по пиарте Я, конечно, это шутка Может быть, даже не очень удачная Но тем не менее Кроме шуток, вот я не уверен, что уже В следующую субботу, да Не в прошлую субботу, а в следующую субботу Я пошел бы на НТВ Даже в таком формате Да в любом формате Потому что, если до этого они были просто пропагандистами То сегодня представитель НТВ Выступил свидетелем обвинения По сфабрикованному делу Против Константина Лебедева Там был, насколько я знаю Глава программы Чрезвычайное происшествие Или главный продюсер Ну вот представитель этой программы Которая, собственно, сварганила Анатомию протеста И он выступал в качестве Свидетеля обвинения Со стороны Следственного комитета Против Константина Лебедева Который, сегодня, напомню Был арестован до 16 декабря Поэтому, знаете, одно дело там, да Вести дискуссию с пропагандистами А другое дело вести Там дискуссию с пособниками охранки Вот это уже такое новое качество НТВ Теперь они вот такой Не просто пропагандистский там отдел Кремля Да, теперь они, по сути, филиал Полицейской системы И вот уже в новых условиях, да У меня были бы еще большие сомнения Идти туда или нет И, скорее всего, я бы уже не пошел Вообще, конечно, это все очень печально Очень печально И у меня это вызывает крайнее беспокойство Я не знаю Я многих знаю, да Вот тем, кто там работает Лично знаю Я знаю, что в курилках Они мне говорят совершенно другое Но каждый выбирает свое Я их не осуждаю Это их выбор В конце концов Они решили перестать быть журналистами Они стали, я не знаю, теми Кто несет некую информацию Непонятно какую Эдуард пишет Я думаю, оппозиции надо добиться того Чтобы их слышали Вот смотрите, Илья Перекликается с тем, о чем мы говорим Одного этого достаточно Для полного изменения ситуации в стране Ну, здесь рассчитывать на федеральные каналы не приходится На федеральных каналах про нас слышат только грязь, ложь и дешевую пропаганду Кстати, в пятницу будет еще одна анатомия Вы в курсе, да? Нет, не знаю На телеканале РБК Ну, вот я вам докладываю Телеканал РБК все-таки не сопоставим по масштабу с НТВ То есть я точно знаю В пятницу будет называться так Анатомия протеста рентген Ну, бог с ним Пусть снимают хоть там 15 анатомий протеста Я не думаю, что нам это уже какой-то ощутимый вред может нанести Потому что те люди, которые там, да, составили свое мнение Вы их уже не переубедите Кто считает это враньем, он будет считать это враньем Кто считает это правдой, тот будет считать это правдой В этом смысле общество уже расколото Но, знаете, у меня вообще есть ощущение Что они ставят перед собой задачу С помощью там вот этих вот уголовных преследований Вывести, просто выбить из политики Наиболее опасных для них представителей политической оппозиции Мало кто знает, но в избирательном кодексе нашей стране Есть такая норма Лица, осужденные по статьям средней и высокой тяжести Не имеют права участвовать в выборах в качестве кандидатов Даже если вы были осуждены на условный срок Вы не имеете права участвовать в выборах вообще никакого уровня Несколько кандидатов на последних региональных выборах На этом основании сняли Это статьи, которые начинаются срок наказания От которых начинается от 5 лет Не имеет значения, условно вы получили или неусловно Вот сейчас Навальный под подпиской Удальцов под подпиской В принципе их даже сажать за решетку не надо Чтобы лишить возможности на участие в легальной политике Выбить Просто выбить, да Лишить возможности участвовать в выборах, когда бы то ни было Для этого достаточно осудить их условно Удальцова и Навального И вроде как и репрессий никаких нет И вроде как можно противопоставить тем людям, которые реально сидят Смотрите, да, эти сидят в тюрьме За лидеров А лидеры вот там по ресторанам ходят По Москве передвигаются свободно там, да Ну не могут участвовать в выборах Ну так негодяи Ну вот Ну на свободе же Такие вот, да, репрессии Илья Яшин сегодня в большом реальном времени После выпуска новостей ваши звонки и письма 19.48, большое реальное время Илья Яшин сегодня у нас в гостях Звонки на 651099,6, код Москвы 495 Формулируйте свои мысли лаконично, четко и ясно Также, Илья, вас попрошу отвечать на вопросы, комментарии Также лаконично финам.фм, портал в интернете Там же все восстановлено веб-трансляцию Можете смотреть нас, да Денис пишет Илья, как вы считаете, можно ли изменить ситуацию в России ненасильственным методом? Ответ Я верю в это Отлично, что для этого делаю? Идем дальше, добрый вечер Как вас зовут? Да, здравствуйте Добрый день, меня зовут Максим Да, Максим, пожалуйста Да, Юрий, я приветствую вас, я приветствую Илью Добрый вечер Очень приятно, значит, слышать таких людей в прямом эфире И слушать умные вещи, грамотные, которые вы говорите, естественно, обсуждаете Чтобы быть немногословно-лаконичным Лично мое мнение выскажу, что, к сожалению, в нашей стране Ну, невозможно смена власти Ну, это лично мое мнение Бескровным методом Вот, потому что, ну, люди, которые стоят у власти И вот, которые установили такой тоталитарный режим Слушайте, ну, они бескровно, они свою власть не отдадут Ну, это мое мнение Вот, возможно, что я, наверное, ошибаюсь Будем верить в лучшее Да, спасибо, Максим Ну, было много примеров в истории, когда и более жестокие режимы уходили Либо вообще без крови, либо цена очень малой крови В том числе и в нашей стране это было Как минимум в феврале 17-го года Когда там, да, многовековой самодержавный режим распался К сожалению, потом, в октябре, случился насильственный захват власти Но факт остается фактом В феврале 17-го года это удалось И в августе 91-го тоже, да, были жертвы Под танками ГКЧП погибло три парня Хусов, Камарик, Речевский Светлая им память Но все-таки это не привело к гражданской войне Все-таки, да, 70-летний красный режим был демонтирован Ну, фактически мирно Фактически мирно И в недавней истории было довольно много примеров Когда кровавые диктаторы уходили Ну, либо ценой малой крови Либо там совсем бескровно Там в Тунисе, например, или в Египте Масштабные протесты Вынуждали диктаторов, позиция которых казалась незыблема Да, все-таки уходить Кто-то успевал бежать Кто-то там оказывался за решеткой Но факт остается фактом И представляется, что и журналисты, именно журналисты и политики Должны приложить максимум усилий Чтобы не допустить ситуацию Скатывания к хаосу, к беспорядкам И так далее Приложить максимум усилий Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер Добрый вечер, меня тоже зовут Илья Два очень коротких вопроса к Илье Первый Как вы думаете, почему на вас не заводят дело? Ну, не считая болотного Потому что на Удальцова тихонечку заводят На Навального Кировский лес заводят А вы как-то в сторонке стоите И второй вопрос Я сам хожу на протесты Практически на все Я немножко так вот Я не понимаю вот эту акцию с белой лентой Вот Илья, я знаю, ее часто надевает В чем смысл? Я сам для себя не могу понять То есть Навальный не надевает А Удальцов, он тоже не надевает Илья, вы надеваете Почему? Спасибо Да, спасибо Ну, я начну с второго Вопросы Белая лента Это символ объединения Символ рассерженных горожан Надевая белую ленту Я таким образом выражаю солидарность С теми людьми, которые приходят на эту площадь У нас есть разные точки зрения На то, как должна развиваться экономика страны Как должна развиваться социальная сфера Но символ белой ленты Это символ чистой политики Символ чистоты в политике Белый цвет вообще символизирует чистоту Вот выступаете за честную политику За фейерплей в политике За честные выборы За справедливый суд Одеваете белую ленту Ну, кому-то не нравится белая лента Ну, невозможно придумать такой символ Который будет нравиться всем Мне кажется, вполне нормальный символ Поэтому я на акции протеста леночку повязываю Что касается уголовных дел Что касается уголовных дел На мне сейчас Я являюсь фигурантом двух уголовных дел Вот буквально вчера было дело Очередное рассмотрение в суде Которое уже год длится По 116-й статье Побои Когда я Стал объектом провокации Со стороны одного из нашистских деятелей Который пришел на Одну из конференций На которой я выступал И устроил драку Я, соответственно, вынужден был защищаться Теперь в суде Вот я вынужден Ну, это примерно по той же схеме Что с Борисом Немцовым Недавно происходило Сергеем Удальцовым Когда нашисты провоцируют драку Потом на вас же пишут заявление Дело уже в суде Я отбиваюсь пока Ну, не знаю, чем все закончится Надеюсь, все-таки Профессионализм его адвоката Вадима Прохоров Позволит из этой ситуации Выйти без криминальной статьи Без того, чтобы на меня повесили судимость По болотному делу Я пока фигурирую как свидетель Но не исключено, что в конце концов Мне все-таки будет предъявлено обвинение Потому что меня периодически вызывают на допросы У меня был обыск в доме У моей подруги был обыск в доме Хотя она даже не была на Болотной площади Был обыск в квартире у моих родителей У следователей до сих пор находятся там Все мои компьютеры Все мои флеш-карты Куча моих документов Мне деньги до сих пор не вернули Поэтому... То есть ваш тезка очень даже оптимистична Да, поэтому... Мне кажется, то, что я стою Отстаиваюсь в сторонке Там это не совсем так К сожалению, я сталкиваюсь тоже Со значительным прессингом Конечно, на Навального На Удальцову прессинг оказывается в больших масштабах Ну, то есть Навального просто там ведется Постоянное следствие жизни работы Алексея Навального Следователи занимаются исключительно этим Сергей Удальцов тоже Вот его вчера взяли под подписку И он находится, конечно, в серьезной группе риска Но там на меня Там на Дигенаде Гудкову Там тоже идет колоссальное давление Хотя он тоже не является обвиняемым Пока не по одному уголовному делу Но в этом смысле мы все находимся в одной упряжке Ну, я еще раз просто хочу подчеркнуть Дослушатели, то, что сказал Илья ранее Это вышибание из избирательного процесса То есть не обязательно садить Не обязательно садить, но найти статью Привлечь по ней и все И прощаться с этими людьми Которые не смогут участвовать В любых выборах Любого уровня Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер Добрый вечер Меня Лёв зовут Я уже лет 10 говорю о том, что бескровно он не уйдет И что я хочу сказать Почему по Конституции было нарушено захват удержания власти Чуров является ставленником главы государства Почему не обратиться в Третьейский международный суд Если нашим судам не доверяем Есть Гагский трибунал, в конце концов Они же все поймут Они же все видят Просто они сказать ничего не могут Затыкают, что не вмешивайтесь в наши внутренние дела Во-первых, Гагский трибунал был создан для расследования преступлений В рамках гражданской войны Конкретного дела В республиках бывшей Югославии Во-вторых, я не считаю, что Европейцы или американцы Могут прилететь на самолете И нам тут даровать свободу Как я не верю в то, что нам добрый царь дарует свободу Так же я не верю, что прилетят американцы в голубом вертолете Даруют нам свободу Я считаю, что наша свобода и наша демократия Это наше дело, наша ответственность Если мы не сможем этого добиться Это будет наша вина перед нашими потомками Перед нашими детьми Поэтому я просто призываю активнее прилагать усилия Для того, чтобы решить наши общие задачи Для того, чтобы Если вы видите, что в стране власть узурпирована Так давайте с этим как-то бороться Мирными способами Не надо никого призывать к революциям Не надо ничего взрывать Потому что, знаете, лимит на революцию и кровь Россия, я считаю, уже исчерпала Новая кровавая бойня в нашей стране Закончится еще более жестокой диктатурой Поэтому нам очень важно сохранять Вот этот мирный путь На который мы встали Я убежден, что Несмотря на то, что это не путь из РОС В итоге он даст результат 65, 10, 99, 6 Финам.фм Наши средства связи Вы в эфире Как вас зовут, Аля? Добрый вечер Меня зовут Александр Да, Александр У меня одно небольшое замечание В связи с этим вопрос к вашему гостю При всем его уважении к нему Реальное уважение Давайте, давайте Так Подеться не встаю А вот у меня ощущение Что нынешняя власть действует И, собственно говоря, является продолжением Советского Союза Той советской, которая была в течение 70 с лишним лет В этом плане Может быть, стоит поменять стратегию и тактику При том, что делает оппозиция Не приносит результата То, что они делают сейчас Может быть, продумать какие-то другие действия Спасибо Ну, отчасти, наверное, вы правы К сожалению, можно констатировать Спустя, сколько там, 21 год Что такой ползучий ГКЧП В итоге, наверное, победил Да, потому что Дополз Многое из того, о чем говорили ГКЧПшники Многие из страшилок, которыми Нас пугали в 96-м году На выборах между Ельцином и Зюгановым Многие из этих страшилок сегодня реализованы В стране фактически демонтированы демократические институты В стране практически ликвидированы политические свободы В стране установлена политическая цензура Все то, о чем, собственно, говорили представители ГКЧП Но об изменении стратегии и тактики Что касается изменения стратегии и тактики Мне кажется, мы движемся в правильном направлении Да, мы иногда делаем неверные шаги Допускаем ошибки Но в целом то направление, которое мы выбрали Мне кажется, в конце концов должно принести результат Потому что есть мировой опыт действия протестных движений В подобных исторических ситуациях И изобретать велосипед здесь не надо Если вы изобретете велосипед Да, мы с удовольствием схемы вашего велосипеда изучим Но в целом, мне кажется, достаточно не врать, не воровать Сохранять последовательность, не обманывать друг друга И не заниматься никакими подлостями Использовать все доступные нам законные методы ведения политической борьбы Которые я перечислил Включая улицу, просвечение, региональные и муниципальные выборы И в конце концов, если мы всем миром будем наваливаться на эту стену Она даст трещину 20-21 октября выборы в КС Вы, Юрий, зарегистрировались как избирателям? Один из первых 22 октября, вот на ваш взгляд Оно чем-то ознаменуется уже? Ну вот кроме того, что будут определены эти 45 фамилий Вот что дальше? Лаконично Ну я не думаю, что стоит ждать какого-то прям прорыва Избрали 45 представителей и все там Да, ситуация изменилась Нет, начнется работа Серьезная работа над формулированием альтернативы Над выработкой тактики и стратегии протестного движения И это не будет какое-то там празднование Работать будем? Не смог подцепить Илья Яшин меня по поводу выборов в КС Но я на самом деле благодарен Призываю всех следовать К примеру Юрия Пронько Осталось буквально 4 часа для регистрации И главное верификации на выборы в координационный сайт оппозиции Поэтому заходите пожалуйста на сайт cvk2012.ru или .org Регистрируйтесь, верифицируйте Никто за вас ваш выбор не сделает Спасибо огромное С Ильей Яшином мы на сегодня попрощаемся А вот тему выборов в КС мы продолжим в следующем часе Уже в итоге дня к нам присоединится Леонид Волков Это будет правда во второй части программы Краткий выпуск новостей И затем продолжим большое реальное время